вопрос от алана фред что ты знаешь о наших предков аланов по своим знаниям какие они были я давно заметил что между кавказскими народами часто спорят это кто является настоящими потомками алан и при этом умудряются друг друга оскорблять говорит грязным языком матом и другими недостойными делами поступками но алана лишь охарактеризовывает одно ключевое слово это на нашем языке воздан или ездон или воздан джинада это не тот русский перевод который мы знаем как скромный слушайтесь в осетинские слова которые звучат сравнительно одинаково чуть-чуть по-разному но имеют один синоним воздан ездон аздан и зад аз дан аз это на нашем языке я дан это есть я есть а и зад на нашем языке это ангел есть такой народ езиды и они сохранили свою древнюю арийскую духовно-религиозную культуру езидизм и в буквальном переводе так и звучит так и переводится как богоподобный ангелоподобный слово из-за то есть когда мы говорим о человеке на своем языке воздан это не только скромный но и божественное качество как богоподобный благорожденный ангелоподобный и в самом слове аздан я есть уже находится ответ аз я есть аз это из-за это и есть богоподобный ангелоподобный это не тот не то русское слово я и вы допустим если примете какую-то религию то когда вы на русском скажите я принял там буддизм или христианство это в буквальном переводе но если вы на астинском скажите азарай стон посулмон день то получается когда вы говорите аз вы уже сами себе не осознавая этого говорите кто вы есть какая у вас духовная религиозная культура отсюда и происходит от этих слов и наше самоназвание нашего народа асси или ассунта аста и наша духовно-религиозная культура религия это уасдин или ассадин и в священной вести это понятие точно так же имеет такое же значение как богоподобный ангелоподобный справедливый истинный праведный тот кто несет законы всевышнего как благо и вести которое в свою очередь происходит от слова арта то есть аша асса это есть производное слово арта одним словом это воин света и алланы прежде всего были воинами аристократами которых весь мир знал прежде всего как искусных воинов которые были профессионалами в военном искусстве и деле они занимались именно военным делом и на тот момент нам было что предложить всему миру это прежде всего военное искусство это и рыцари круглого стола сарматы они преемники скифов и прародителя первого скифского царя таргетаю которого было три сына этот царь обучил верховой езде посадил людей на коней научил военному искусству то есть это первая боевая конница которая потом прославилась на весь мир во вторых то что мы знаем из истории слышали это все на поверхности потому что те очевидцы которых мы знаем таких как геродот они мало что знали о нашем народе так как не жили с ним лишь были свидетелями какого-то определенного момента в нашей истории жизни но подумайте сами даже в нашу короткую жизнь промежуток времени сколько всего происходит на политической почве кто-то с кем-то объединяется происходит какой-то союз и в своих целях и планах точно так же было и раньше были тогда как и сейчас разные военные подразделения части но прежде всего именно если говорить об алан то они были именно занимались военным делом и укреплением границ своих владений а а